Тверская область продолжает помогать фронту. Мы уже не раз рассказывали о том, как и организации, и просто частные лица оказывают от имени Верхней Волжи всевозможную помощь нашим бойцам, находящимся на передовой. О подчередном таком примере проявления патриотизма расскажем в следующем материале выпуска. Этот уроженец Твери с позывным Патрик ушел на фронт добровольно. После того, как грузинские наемники зверски расправились с нашими военнопленными, его друзьями, воюют в десанте. А, соответственно, на самых напряженных участках СВО. Такие машины, как эта Нива-Шевроле, там очень нужны. Чем меньше машина, тем, наверное, сложнее ее уничтожить. Последнюю Ниву, которую получили от Народного фронта Твери, по-моему, со старицей дедушка передавал, ее передали тройке снайперам. Снайпера работают тройкой, они выезжают на задачи, сами же возвращаются. В какое именно подразделение пойдет это авто, решит командир полка. Правда, по прибытии на линию фронта Ниву подготовят к тамошним, раскисшим от дождей черноземам. Пока на колесах резина для передвижения по шоссе, но на месте ее поменяют. Кстати, теперь уже бывший владелец машины из скромности пожелал остаться неизвестным. Он просто обратился в Тверское отделение ОНФ с просьбой помочь передать подарок фронту. Мы регулярно с ними общаемся, узнаем о потребностях через командиров. Наши добровольцы, волонтеры отвозят в зону СВО все технику, вещи, которые мы закупаем и граждане приносят к нам в исполком. За время работы проекта «Все для победы» в нашем регионе было собрано более 70 тонн гуманитарной помощи для военных и гражданского населения. Волонтеры напоминают, что на фронте пригодится все. От автомобилей и квадрокоптеров до теплой одежды и даже корма для животных. Поэтому наши люди, находящиеся на передовой, будут рады любой помощи из тыла.